Так получилось, что в конце прошлого года я был с большой концертной программой именно на острове Сахалин. Я проехал его вдоль и поперек, с самого юга на самый север, видел какие там огромные строительства развернулись, видел какие там трассы федерального значения строятся, и меня все это дело впечатлило. Конечно, когда потом вместе со всеми гражданами я увидел эти репортажи, я был в шоке, в шоке от размаха, скажем, того, что там происходит. Вот что для меня это значит? Для меня это значит, что, наверное, в России сейчас происходят те вещи, которые должны были происходить давным-давно, потому что сейчас, вот мое субъективное мнение, что люди очень довольны тем, что происходит во внешней политике, потому что Россия действительно оставит свою суверенность, она заявляет о себе как в большом и великом государстве, а с внутренними делами мы все как-то так не могли разобраться, потому что когда люди живут и видят, что некоторые товарищи, скажем, ведут себя неадекватно и явно, так сказать, это раздражает всех, тут, конечно, надо было наводить порядок, и это не то, что звонок, это, мне кажется, такой колокол, который должен не то, что там, как у Герсена, разбудить, да, просто растревожить весь этот улей, вот все эти вот схемы неправильные, там кто-то 50% отката, кто-то, я слышал, что там когда-то были люди, которые с каждой сделки там брали 5-10, но когда здесь говорят уже 50, ну понятно, что это уже запредельные вещи. Конечно, вот настолько вот, мне кажется, захлестнуло в свое время Россию коррупционная составляющая, и именно то, что это можно было делать совершенно, так сказать, все вокруг помазанное, и тебя всегда могли, так сказать, отмазать от любой проблемы, что люди уже в такой нагляд пошли, что оно просто, скажем, крышу сносит от того, что ты это видишь. Конечно, этому нужно вложить конец, хотя, на мой взгляд, это очень сложный и очень трудный, очень долгий процесс, потому что, если мы там видим где-то такое большое событие, мы понимаем, что, ну, это, скажем, то, на что навели сейчас фокус, а то, что осталось в тени, этого тоже очень много, и я понимаю, что, ну, в общем, как говорится, начать и кончить. То есть очень большая работа в этом направлении, я хочу пожелать только и нашим правоохранительным структурам, нашим следственным органам, чтобы у них все получалось, потому что, ну, я по своему глубокому убеждению знаю, что многие вещи, они рассыпаются, не доходя до суда, потому что вроде бы поймали за руку, и вроде бы то, и вроде бы все, а оп, а на последнем этапе, либо по звонку, либо, ну, все рассыпается. А когда вот такой большой резонанс происходит в стране, как вот, допустим, сейчас, когда телевидение подключается, когда газеты трубят, ну, конечно, тогда уже сложно это дело замять, и я понимаю, что какая-то, какой-то финал у этого дела должен быть.